Всем привет! По поводу создания школы армрестлинга имени Алексея Воеводы. Ну, мне кажется, бессмысленно зауживать школу рационального тренинга до фамилии и, собственно, вида деятельности. Почему школа рационального тренинга? Потому как, вот, когда спрашивают у меня вегетарианец, веган, сыроед, птицеед, мясоед, не знаю, вегетарианцаед, я всегда отвечаю, я рационально питающийся человек. Почему я не могу отнести себя к какому бы то ни было роду вот этих вот шаблонов, да, питательных? Да потому что я понимаю, что я ем, когда я ем, зачем я это ем и к чему я благодаря этой еде иду. Поэтому я себя считаю рационально питающимся человеком, потому что я понимаю процессы, которые активируются после той или иной пищи в моем организме. Я понимаю последствия той или иной пищи. Я принимаю последствия той или иной пищи, которую иногда позволяю себе есть. Я не питаюсь мясом, никакой этимологии, то есть не морепродукты, рыба, это тоже для меня является мясом и неприемлемым продуктом для потребления. И поэтому я могу себя назвать рационально питающийся человек. По поводу тренировок и школы, повторюсь, рационально питающийся и рационально тренирующийся, это по сути очень схожие понятия. Рационально тренирующийся человек, это человек, который понимает, что он делает, когда он делает, для чего он это делает и к чему он придет благодаря этим действиям. Поэтому такую школу стоит делать совместно с такими великими педагогами и, собственно, преподавателями, тренерами, как Сергей Чудинов, который написал недавно книгу о тренинге в том числе. Еще есть несколько человек, которые могли бы к нам присоединиться. И вот это комплексный подход к тренировкам, комплексное объяснение человеку, что, собственно, с ним может произойти благодаря этим тренировкам. Как можно быстро, в кавычках, набрать и как можно быстро потерять, без кавычек. И как нужно правильно и достаточно долго набирать и также долго пользоваться всеми плюсами своей хорошей физической формы в будущем. Это можно делать в школе рационального тренинга. Потому что рациональный тренинг это не просто тренировки, это не просто двигательная активность. Это и реабилитация, и питание, и ментальные практики. Собственно, все эти нюансы, работа с мозгом будут преподаваться, скорее всего, в школе рационального тренинга. На своих, скажем так, семинарах очень сложно об этом говорить, поэтому, наверное, все-таки нужно конкретных методистов в конкретном месте, с конкретными людьми работать. Когда это получится создать, ну, не знаю, честно говоря, тут вопрос такой. У меня лично есть мой спортзал, там тоже самое Сергей Чудинов, еще в сборную тренируют. Не только, собственно, тренируют, но и описывают это все в научных изданиях. Другие люди тоже самое, занимаются достаточно интересными, уникальными методиками. Есть те, кто когда-то занимался, тот же самый Александр ЗАЗ. Основа, собственно, его методики легла в основу моей подготовки, ну, моей базы, которая потом вылилась в армлестинг, а потом в бобслей. Поэтому мы можем долго рассуждать о том, стоит ли делать школу имени Алексея Воевода, но я считаю, что нужно сделать школу рационального тренинга, подключить туда максимальное количество специалистов, как минимум Сергея Чудинова. Вот, и правильно обучать людей правильным тренировкам. Невозможно получить быстрый результат, повторюсь. Он очень быстро вас покинет. Если брать конкретно мою историю, почему у меня получилось достаточно быстро увеличить физическую форму в армлестинге и в бобслейе, у меня была хорошая база. Продолжение следует...